Я представляюсь. Меня зовут Лилия Пустовалова. Я главный редактор сервиса «Где мои дети» и куратор заданий в Пинго. А также я мама. У меня двое детей. Мы сегодня собрались поговорить про мотивацию детей-школьников через игровое приложение. Это такая тема для родителей, которые работают, у которых нет много времени, и они хотят мотивировать детей, хотят, чтобы они развивались, но, к сожалению, времени нет, поэтому игровое приложение вам помочь. Я вам немножечко расскажу про то, что такое Пинго и вообще зачем мы мотивируем детей на развитие самостоятельности. Пинго – это приложение-связка «Вместе с «Где мои дети» устанавливается на телефон ребенка, и в нем получается, помимо того, что с его помощью вы можете смотреть, где находится ваш ребенок, вы также через это приложение можете давать ему задания на развитие. Смотрите, сейчас мы будем концентрироваться на детях, младших школьниках, поэтому если у вас вопросы по другим возрастам, вы тоже их пишите. Я постараюсь ответить, но там могут быть нюансы, и не все мои советы работать в полной мере как для детей, младших школьников. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был самостоятельным, чтобы он помогал по дому, чтобы он справлялся с учебой и вообще с энтузиазмом занимался учебой. Но при этом все время тяжело и сложно, особенно с каждым годом взросления, поддерживать эту мотивацию, потому что дети-подростки, они вообще ничего не хотят, то есть уже находятся на таком этапе развития, когда нужно прибегать к хитростям, к мотивациям, к каким-то дополнительным стимулам. Вот. А вспомните, как дети-дошкольники с радостью помогают по дому. Ой, помыть посуду – это для них вообще целая игра, это приключения, они с горящими глазами подметают пол, пылесосят и так далее. Вот бы и подростки так делали, да? Но, к сожалению, нет. И в возрасте младших школьников дети приобретают самостоятельность, они уже начинают более автономно передвигаться, с кем-то разговаривать, общаться без вашего участия, и, соответственно, они получают много информации извне, не только от вас. И тут довольно сложно оставаться таким важным авторитетом для них. А когда идут в школу, у них еще начинают появляться карманные деньги, ну, там, различные вкусняшки и еще что-то. И вот у детей, когда появляются карманные деньги, они начинают оценивать и понимать, что они не могут купить все, как раньше, да? Ты пришел малыш в магазин с мамой и такой, я хочу вот это все, и мама злая говорит, нет, я тебе не разрешаю ничего, либо только что-то одно. А тут у ребенка появляются свои карманные деньги, и он может без спроса у родителя, а можно я куплю вот эту вот конфету, жвачку, чупа-чупс или еще что-то, он может сам это купить. Они начинают понимать ценность денег, но при этом они ограничены в количестве. И получается, что с одной стороны у тебя есть деньги, с другой стороны тебе нужно выбирать, а что ты все-таки купишь. И вот здесь, да, конфликт на самом деле. И тут многие родители ловят вот это понимание и начинают с помощью денег мотивировать детей. Да, это вот очень такая распространенная механика, способ мотивации, к сожалению, не суперклассный. То есть говорить ребенку, помой посуду, я тебе дам 10 рублей, за каждый раз, как ты помоешь посуду, 10 рублей, за каждую пятерку 20 рублей, это не классный способ мотивации. Почему? Потому что дети привыкают, что за все, что они делают, они должны получить деньги. И когда, получается, у ребенка все завязано на деньгах, он перестает помогать по дому просто так. Он ждет за каждое свое движение, за каждую помощь, поощрение в виде денег. И мы тут просто приходим в тупик, потому что когда-либо родители перестанут это делать, а ребенок так и не научится помогать по дому. То есть можно как-то разово поощрять, но строить целую систему мотивации на деньгах я никому не рекомендую. Это в корне испортит и ваши отношения, и вообще развитие ребенка приостановит, потому что у ребенка сразу система, ага, вот, у меня такой пресс-курант, вот я должен это делать. А на самом деле методов зарабатывания денег для ребенка, их гораздо больше, и нужно, чтобы у него расширялся кругозор, и он видел свой потенциал, что он может делать какие-то поделки, что он может помогать не только по дому, но и он может посторонним людям помогать, да, и что-то делать своими руками. Вот, и в этом плане вот плохо как раз деньги, это же все-таки у нас про заработок, про работу, и плохо привязывать деньги к домашним обязанностям, потому что за домашние обязанности потом, когда он вырастет, он не будет получать деньги, и ему будет это, ну, прям стрессово, я бы сказала. Вот. Другой способ мотивации, он, кстати, был у меня в детстве, мне говорили так, хочешь идти гулять, помой посуду, хочешь там пригласить кого-то из друзей домой, иди проберись, и это нормально, и это нормально, и это многим знакомо, потому что все мы там, нынешние родители росли в 90-е, когда не было у родителей денег, чтобы мотивировать так хорошо, да, вот, и мотивировали такими вещами. Ну, вот я честно скажу, что у меня теперь просто бзик на вот этой вот всей чистоте, и тоже не надо так мотивировать, поскольку это жесткие условия. Не сделаешь, не получишь, сделаешь, получишь. А ребенок должен не только по дому там все помогать, что-то делать, не только учиться хорошо, но отлично, у него должно быть время быть ребенком. Какие еще есть способы мотивации? Кстати, все, кто нас пишет, напишите нам в комментариях, как вы мотивируете своего ребенка помогать по дому, учиться хорошо, там, еще что-то, да, развиваться. Очень интересно узнать ваши истории, мы обязательно поговорим, обсудим, может быть, что-то посоветуем, а может быть, ваш опыт будет прям вот такой вот для всех наших слушателей. А я хочу пока рассказать про метод мотивации, который мы используем в приложении Pingo. Он самый любимый мой, и так вот получилось, что мотивация через положительное поощрение, она является наиболее, ну, на мой взгляд, на взгляд многих специалистов, самой эффективной. Что это такое, рассказываю. То есть буду рассказывать на примере Pingo, потому что мне это ближе всего и понятнее. То есть у нас есть задания, задания тоже разные для детей. Где-то помощь по дому, где-то какая-то самостоятельность по типу заправь постель, почисти зубы, там, еще что-то. И также есть творческие различные задания, они тоже очень важны для детей. И получается, ребенок выполняет эти задания, накапливая какие-то звездочки. Все задания на самом деле, что ты помыл посуду, что ты уроки приготовил, они примерно одинаково оцениваются. У нас нет такой иерархии, что вот ты зубы почистил, ну, держи тебе одну звездочку. Нет, все будет одинаково. Сделал поделку, молодец, держи звездочки. Там, почистил зубы, молодец, держи звездочки. И они накапливают эти звездочки, и в конце родитель, то есть при достижении определенного количества, родитель награждает ребенка. Эта награда устанавливается, ну, вот вы вместе со своим ребенком решаете, а что будет наградой, а сколько звездочек нужно для этой награды набрать. У кого-то это может быть пирожное-мороженое, у кого-то это может быть давняя идея купить ребенку какую-то большую вещь. То есть вы это давно уже решили, вот, например, мы там ребенку хотим купить велосипед, но мне нужно, чтобы ты вел себя хорошо, чтобы ты помогал по дому, чтобы ты учился хорошо. И вот это вот все, что ты можешь сделать для достижения, для того, чтобы мы купили тебе велосипед, оно укладывается во все задания, потому что задания разноплановые, как я уже сказала. Это и на творчество, и на общее развитие, там, логика, например, и на помощь по дому. То есть ты делаешь, ты показываешь, что ты молодец, и я говорю, ты молодец, я тебя поощряю. То есть вот такое, с одной стороны, здесь есть пересечение с мотивацией с деньгами, но тут не за конкретное действие, а это именно на протяжении длительного периода ребенок должен показать, что он заинтересован в этой награде, он готов делать разные задачи. И на самом деле по ходу действия, выполнения всех этих заданий, он привыкает все это делать, ему становится в кайф, потому что задания, я опять же говорю, они все разные. Там задания есть, которые кайфушки, и нам родители некоторые пишут в техподдержку, почему я должен награждать ребенка за то, что он там сделал воздушного змея. Ну как почему? Потому что он захотел сделать воздушного змея, он, блин, посмотрел видео, он приготовил все необходимые там инструменты, он, может быть, даже вас убедил, что ему нужен этот змей и так далее. И вот это все развитие ребенка, его самостоятельность, то, что он сам это придумал. А я еще хочу сказать про то, что в Пинго очень важна роль родителя. То есть понятно, что мы взяли на себя ответственность и придумали кучу заданий для детей, да, но вот что мы видим сейчас, что дети, которые, то есть они входят в приложение, начинают выполнять задания. Но если родитель не принимает задания, потому что у нас все принятия задания, накопление звездочек только через согласие родителя, то есть родителю приходит уведомление, ребенок сделал вот то-то, выполнил такое-то задание. И если родитель это игнорирует и никак не принимает, не уделяет внимания, не общается с ребенком, то это бесполезно. Практически ребенок сразу же демотивируется и больше ничего не делает, к сожалению. Вот. Поэтому важна роль родителя. Первое – это поговорить с ребенком и спросить, а чего он хочет, какую награду он хочет, и поставить туда не то, что вы можете ему дать, а то, что он хочет. Это не всегда может быть материальное поощрение и покупка чего-то. Это может быть один дополнительный час мультфильмов или один дополнительный час игр. Это может быть разрешение сходить кому-то в гости с ночевкой, например. Я вот в детстве очень любила отпрашиваться, а мне все время говорят «нельзя», «нельзя». Вот. И второй момент, чтобы родитель отслеживал, что делает ребенок, какие задания выполняет, словесно его поощрял, принимал эти задания и, конечно же, выдавал награду. Если вы договорились, что ребенок сделает какие-то задания на такое-то количество звездочек, нужно не затягивать, нельзя откладывать, что в следующем месяце за зарплату я тебе это куплю. Если вы договорились, что он как только накопит 100 звездочек, вы ему что-то покупаете, мороженое, пирожное, пожалуйста, делайте это. Это очень важно, тогда ребенок не разочаруется в вас и в целом в этой системе. У него сохранится мотивация, сохранится желание что-то делать, развиваться. Вот. Плюс есть возможность ставить свои задания. Мы иногда смотрим, что там, какие задания родители назначают, и в этот момент мы понимаем, что наша роль верна, потому что родители, ну, некогда им смотреть, какие поделки сделать с ребенком, некогда им смотреть, там, я не знаю, чем еще позаниматься. И тут мы как раз вот эта вот лампочка с идеей, очень им приходимся кстати. Потому что всю свою рутину, там, покормить домашнего питомца или что-то там сделать, какие-то свои домашние обязанности, они сами поставят. Это вообще проблем с этим нет. А вот придумать что-то интересное для ребенка, у нас, кстати, в приложении есть не только что-то прям суперразвивающее или творческое, у нас есть также просто игры. Поиграй с родителем в города, поиграй с родителями там в овощи, в магазин и так далее. Просто идея на вечер, что поделать вместе с ребенком. Мне кажется, это очень классно, потому что когда приходишь домой с работы, думаешь, ой, сейчас я полежу, и никто меня не трогает. Приложение тут помогает как раз сгенерировать все идеи. С детьми постарше, на самом деле, у нас в приложении есть разделение на 7-10 лет группа детей, для них одни задания, и задания для детей 11-13 лет. Тут мы, конечно, подходим больше с точки зрения непривидимых какие-то... Ну, то есть мы тут не сможем их мотивировать, помогать по дому. Это, скорее всего, не сработает. Мы стараемся придумывать различные интересные задания. Например, сейчас готовится курс финансовой грамотности. Я считаю, что даже младшим школьникам это очень полезная информация. Да и вообще так жаль, что в наше время, в детстве этого всего не было, сколько бы времени мы сэкономили. Вот. А детям мы можем это дать, мы можем рассказать понятным языком, что такое деньги, как они зарабатываются, как ты можешь их заработать, как ты можешь их тратить и тратить с умом. Не просто так купил что-то, а, например, крупная покупка, там же нужно сравнить цены, нужно дождаться нужного момента, сэкономить, накопить. Ну, то есть это куча всего, куча информации, которую ребенок пока не понимает. Но вот эти азы уже важно им заложить. Потом другой комплекс, это как раз творческое направление. У нас сейчас готовится курс по лепке. Там просто шикарный преподаватель, шикарные вообще фигурки из различных игр, сказок, мультиков. Это тоже то, во что может выливаться энергия ребенка и как она может трансформироваться и через творчество реализоваться потенциал ребенка. Уроки по рисованию, различные поделки, как я уже говорила, они у нас на канале и в приложении выходят уже давненько. Будет блок с физическими упражнениями для развития спортивных навыков. То есть различные категории интересы будут учтены. Поэтому даже детям подросткового возраста найдется, что там поделать. Но очень важно, чтобы родитель участвовал. Не просто там установи, что-то делай, я не буду лезть туда. Нет, ваше участие важно, даже с подростками. Это снимает вообще головную боль с родителей, которые не знают, чем занять дитя. Особенно, знаете, бывают такие случаи, когда ребенок сам ходит и не знает, чем ему заняться. И родитель должен придумать. Это как раз недостаток самостоятельности, когда упустили в детстве моменты, когда нужно, чтобы ребенок сам придумал, фантазировал, что-то делал. Ему, видимо, в детстве с песочницей все время говорили, что делать, как кулички лепить, как правильно, а как неправильно. И поэтому, когда он остается наедине с собой, ему становится скучно, и он не знает, чем заняться. Детям с раннего возраста нужно давать больше самостоятельности. Ничего с ним не случится, вы рядом, вы поможете. Но какой-то синяк случайный, да все нормально, да заживет. Зато они учатся самостоятельности и в последующем будут готовы принимать самостоятельные решения и что-то придумывать. Я вот еще вспомнила про мотивацию уже детей-подростков. В целом вообще мотивация, она же бывает, она делится на внешнюю и внутреннюю, и на материальную и нематериальную, то есть четыре блока. И вот как раз, когда мы говорим про подростков, тут важна мотивация внутренняя. Дети, младшие школьники, дошкольники, они еще пока не могут сами себя мотивировать, и для них непонятна ценность того, чем они занимаются. А вот подростки, они уже абсолютно четко понимают, то есть им уже можно объяснить, что если ты будешь учиться хорошо, ты сможешь поступить в престижный вуз, получить хорошую работу и, следовательно, деньги и зарплату. Поэтому тут тоже важно работать именно с внутренней мотивацией у ребенка, не только внешней. Родители, у кого установлено приложение «Где мои дети», а у ребенка телефон на Android, обязательно зайдите, посмотрите в меню задания, активируйте их и попробуйте применять. Я уверена, что вы сможете найти интересный способ применения и мотивации ваших детей, и также вырастить их самостоятельными, довольно развитыми личностями. Продолжение следует...